Здарова, сегодня мы снова играем в Дарк РП, но ролик этот немножечко будет отличаться. Будут ли нарушители? Да. Буду ли я играть за РП? Тоже да. Буду ли я сам разбирать эти нарушения? Ну, в основном нет. А что такое? В чём причина? Почему? Я не знаю на самом деле, я просто немножечко заебался сетать себе профессию администратора и 300 раз одно и то же зачитывать каким-то дятлом. Я так подумал, пусть этим занимаются наборные администраторы, ну и те, кто тут просто онлайнит каждый день. А мне дайте просто спокойно поиграть. На Дарк РП ведь можно такое желание иметь? Постоянно каждый ролик на самом деле возникает желание сделать себе ник, ну вот то, что это я, я вот зашёл, то есть поставить там в ник слэшнейм скрипач МП4, но постоянно по каким-то причинам у меня вот эта вот идея куда-то пропадает, я про неё забываю и, соответственно, потом уже не получается мне самим собой притвориться. И обычно, когда я так делаю, ну или хочу сделать, я беру и не пользуюсь войс-чатом вообще. То есть я стараюсь максимально писать в текстовый, не проронить ни слова, войс. Извините. Вот и первый. Вот такие пироги. Так, армия ТРП. Не удалили ведь это правило? Тот самый оригинальный скрипач? Я в ролике! Ну ладно, ладно. 5 минут Джайла за АРП. 25 минут ББ. Первый отъехал. Блин, а вот как играть в Гаррис Мод, не пользуясь войс-чатом? Это же, ну в этом же прикол. РП всяких режимов, игр, взаимодействуешь с людьми, общаешься с ними, вот. Не обязательно даже на какие-то РП темы, да, понимаете? О, стоматология. Мне как раз недавно зуб удалили. А, простите, а можете более прямо высловиться? Не очень понял, что вы хотели их сказать. Имплантировать пакетик снюса, который будет штырить год подряд. Можете? Эм, вы хотите какой-нибудь классный зуб? Если нет, то я пойму. Классный имплант для зуба, чтобы он был таким технологичным? Мне нужен снюс. Внутри рта. Ну, пройдемте тогда. Нифига. Так, сейчас, подождите. Вернитесь, сначала вам нужно сделать рентген зуба. Угу, хорошо. Так. Проходите. Смотрите. Заходите, вот сюда. Встаньте под этой штукой. Встаньте под рентген. Реально, как в стоматологии. Стойте вот так и не двигайтесь. Смотри, смотрите в... Не двигайте голову, главное. Сейчас я сделаю вам снимок зубом челюсти. Делает снимок, видимо. Так, я включаю рентген. Смотрите, не двигайтесь сейчас, главное. Сейчас рентген просканирует вас и я получу снимок. Это займет всего лишь где-то почти минуту. Да ладно с этим рентгеном. Я же видел, что ты хотел купить игру в стиме, но не получилось из-за региона. Не двигайтесь, не двигайте челюстью. Иначе снимок получится плохой. Ой, да ладно, давай будем честны. Если бы не эта проблема, ты бы вряд ли сейчас сидел на работе, а лучше бы с кайфиком бы покатал бы в какую-то игру. Но из-за проблемы с регионом игры стали не только недоступными, так еще и цены на них взвинтили так, что твоей зарплаты стоматолога вряд ли на них хватит. И не надо лезть в инвентарь стима, чтобы оттуда что-либо продать. Ты этого сделать тоже не можешь. Но выход есть, и это сайт, который поможет тебе поменять регион на твоем стим аккаунте, чтобы ты и дальше мог покупать новые игры или же торговать на площадке. У меня у самого есть и второй аккаунт, которым я особо пользоваться не могу, но этот сайт решил все проблемы. Пополнить счет не составит труда, потому что есть масса видов оплаты, начиная с СБП или Киви и заканчивая криптой. Насчет безопасности тут все на твердую пятерку. Больше 50 тысяч продаж и вместе с ними больше 30 тысяч положительных отзывов. Если ты хочешь получать новые игры и хочешь и дальше кайфовать от них, то рекомендую тебе менять регион своего стим аккаунта по ссылке в описании. А по моему промокоду SCRIPATCH ты можешь получить солидную скидку. Вводить его надо чуть ниже окошечка оплаты. Я показал на экране где, а теперь что с моими зубами. Так, все, снимок готов. Мой редактивный выключен, мы можете двигаться и так, пройдемте. Так, 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 созумнилось, все. В принципе, нормально. Так, а вам какой зуб нужно поменять? Передний. А передний по какому счету? Те, что впереди всех снизу. Ааа, 4 передних зуба, 6 передних зубов, это плюс скуки. Два передних зуба снизу. Аа, хорошо. Два передних зуба с... Самый передний, верно? Даматология! Хорошо, так. О, руина. Так, подождите, сейчас. Руина пришла, кажется. Болят зубы, ему срочнее, потому что в нем может быть заражение. Хорошо. Так, пройдите, присадите там. У меня зубки, бобо. Посидел я так какое-то время в зале ожидания и понял, что мне не особо это и срочно. Лучше пойти прогуляться по городу, может, что-то интересное и встречу. К стене. Я буду сопротивляться на хуй в штанах. К стене. Спокой его. Я буду... Я буду сопротивляться на хуй в жопе в штанах. Приздец. У меня нелегально оружие, смотрите, нелегально. мне похуй что-то там еще объясняешь просто так оружие достал зачем кто тебя просил долбоёб сука ебаные дети просто пиздец что эти тексты вообще означают я вот не понимаю объясните что вы делаете деньги на лапу в моем магазине на лапу деньги давай да подождите на те ничего не видно так и лицензии имеется в часток молодой человек что стоп как какая сделка у вас вас что тут на кокаин происходит кокаин какая сделка мне тогда вернуть что вы продали что он продал показывать молодой человек это будет как судебно ай-яй-яй-яй-яй-яй вы что ему наркотики продали лицом к стене лицом к стене разберемся в суде все подождите вы вообще смотрите к пор можно покушать пожалуйста беда человек останетесь как этот как обвинь этот обвинитель в останется как обвините вы тоже лицом к стене забросок пойдете лицом к стене тоже лицом к стене быстро лицом к стене давайте все это тоже лицом к стене 1 лицом к стене 2 лицом к стене что блять ебашки нихуя все просто он не умеет рпшить это стратегия я просто согласен у вас будет покупок дай покушать то есть рпшить не не умеет он скажем ему угрожал босс он до в магазине признаешь ну давай ты признаешь нарушение а там еще спецназовец на нрп нарушил проигнорил убийство госа спецназовец который канеки да и или кто если да то у него нрп действительно идет вот и там надо просто всего лишь себе на нрпшечку 15 минут выдать я сейчас даже гляну при вас посмотрим на это канеки дети 69 спекать я за ним не могу клокаться тоже не могу почему когда убили при тебе госа ты ничего не сделал убийцы ну давай ответь госа так вот это фб и его убил горожанин с блока я не видел то что а ты подожди ты убил ты его если ты его нет я просто не видел изначально я думал вообще то что ты стрелял это было при тебе с 3 1 я смотрел на повара и вот начал стрелять короче он полупал уже ездил автор по металлу по металлу по металлу по металлу по металлу по металлу так что ты просто не отреагировал на это и короче куда ты идешь на финна и выгодный этот наш команды на сеть не как тус точка брак нелегалистом писать давай да команда еще один отлетел это вообще попрогончили бренд и тут авник 337 опг админ помогай мне здравствуй на тяжелом слышал хорошо слышишь что такое то что пострелял он стрелял возле спа при людях жёстко-жёстко по причине да по приколу в картину ебать что я признаю just for fun жёстко блять удачной игре спасибо так а кто может вообще что делать вот за это опг здесь опг затем мою больную голову посетила одна интересная но не совсем оригинальная идея а именно будучи бандитом замаскироваться под полицейского и грабить людей планы на отыгровку у меня были такие я маскируюсь под мента бегаю по городу и еще каких-нибудь горожан даже бандитов вообще не важно кого главное просто найти вешаю ему лапши на уши о том что ему якобы полагается какая-то там социальная выплата в размере миллиарды валюты этого сервака ну а потом все как по сценарию лицом к стене 5к на пол и деньги уже на полу лох мамонтизирован я с деньгами а также в маскировке и ухожу от него две возможные проблемы а именно первое это напороться на какого-нибудь другого госа в маскировке который нихуя не поймет что тут происходит и сам меня поставить лицом к стене либо же арестует либо во время самого ограбления попасться на глаза какому-нибудь полицейскому и надо уже будет что-то с этим делать вообще по хорошему эти проблемы решаются путем рп отыгрыша с помощью прицеловутых слэш ми слэша ролл ду и так далее поэтому вы это все увидите далее ну хоть в унитаз обосрался при смерти друзья а вот вы представьте на секундочку представьте на секундочку что вы внезапно просыпаетесь находясь вот в такой вот обстановке вы висите на унитазе при прицепленные к нему над вами пропасть и на вас смотрят другие люди еще что вы будете делать грузовик серьезно не ребята запарились красавчики грузовичок сделали дубликат постройку в банке тут оформляем фигеть make rp great again лицом к стене оба у стены стоит лицом оба блять оба по две тысячи на пол скинули по две тысячи на пол быстро а ты еще не скинул понял чё ты чё делаешь вы курицы честные ничего себе перекат блять сделал ебать перекатился гражданин а что у вас тут маскировка делаю чемодан сюда зашли оба зашел сюда 2 вы мне вы мне объявлен комендантский час причина повышенная преступность просьба всем пройти в свои дома иначе вы будете арестованы согласно с законом этот тебе чемодан спасибо нет не в магазине угрожал оружием только повар послушался этот чел убежал бы закрыл дверь ко мне подойти лицом к стене встать за прилавок он убежал так еще разок здравствуйте а вот на вас жалоба за фирр п ситуацию которую сказали получается было в магазине там был повар и вы вы убежали а повар встал лицом к стене ладно хорошо без проблем превьюшечка превьюшечка как написал комментатор сегодня вы жал не получали поэтому 15 минут терапы это вся жалоба да 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 приятной игры здравствуйте здравствуйте в этот ремонтом занимаетесь у меня в общем то проблема да 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 ведь за полицейским участком нужно будет перегородить и отстроить небольшое такое здание расширить тюрьму пройдем это получается здесь будет у нас вход вот он лицом к стене лицом к стене 1000 на пол все в общем план вы получили работаете как ему не холодно а я закалялся в холодной проруби в сибири блатной вот но и вопросов не имею я их на тысячу граблю чисто чтобы они ну отыгрывали фирр по это не отыгрывают получают пизды майор полиции сбор налогов извините я только недавно тут заселился но то есть вы проживали где-то до этого в городе нет я только недавно приехал а так вы по факту каким-то но какое-то время были без бездомным правильно нет я в другом городе жил этот какого гамбит вот я там здесь вы не обладали каким-то имуществом до этой квартиры когда вы приехали да но значит вы были какое-то время бездомной поэтому вам полагается выплата обратно эти 500 долларов но но как бы я тут недавно жил я только вот сегодня именно приехал сегодня это же считай сейчас все равно же вы были какое-то время бездомным значит вам в итоге полагается выплата 500 долларов и также в будущем через сутки или двое скидка у мэра на лицензию 25 процентов ладно сейчас открою смысле сказали наук стене рассказать алёва сказали налог платить ты еще смысле ты еще сказали 500 тыс и смысле ты еще давай раз смысл да сейчас погодите дать ему что-то это будет там с прошлого года тыщу раз 2 стойте стойте погодите погодите сейчас найду кошелек я уже обыскал у тебя есть деньги давай тыщу тыщу давай сейчас сейчас вот все только не трогайте хорошо вы получаете бонус спасибо считается лишь таки пограбил бы так здравствуйте сбор налогов дайте пожалуйста пройти домой иди сбор налогов да 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 пройдемте у вас там учетная книжка лежит можете дверь не закрывать посмотрим ваши доходы расходы пройдемте вот где у вас книжка здесь где-то или куда вы спрятали сюда зашел сел сюда зашел раз сел я даже не достроил зашел сел 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 тыщу на пол тыщу на пол они даже не знают маскировка на косаре граблю мне эти деньги нахуй не нужны это что это фантики но эти фантики делают нас счастливыми на самом деле вот если у тебя дохера этих фантиков ты это но это равно спокойствие а это нормально то что меня сейчас ваш полицейский взял и как бы можно сказать ограбил на 10 тысяч и дал мне какие-то бумаги сказал тикнет слушай у тебя не было ориентировки по челу блять который ограбил только что повара это он кстати был он был не понял нахуй ты меня сейчас танцы вам играете там какие-то документы и сказал идти к мэру чё за клевета куда к вон за полу зачем к мэру уверены в этом я уверен в этом я не пойму чё ему надо ориентировку дождите вы сейчас договорите ты мне скажи ориентировка есть начало где живет которые повара грабил мне там ориентировка масштабы полицейский он просто мне сказали что он в бедном не поживет возле фонтана дома с составными выдвижными там они я ищу где он если нету инфы без проблем подозрительно ведете себя до воду в чем проблема не знаю почему-то полицейский подозревает его вскрытие ну скажи личности так понимаю либо же подмене только не могут быть таком основании а удостоверение можно увидеть я на стажировке нахожу паспорт у всех есть я вас пробил меня не надо бить тихо по базе ролем гол за ролем за ролем за ролем вот получится я выиграю не получится хуй с ним да вот стажер скажу вчера я прошел чего до сих пор не стоите я аттестацию уже будьера прошел сегодня у меня зачислили уже как раз по выплатам вот вот он вот она rp все кричат в коррис моде rp нету бля у вас на самом деле все есть для того чтобы рп отыгрывать просто некоторые люди заигрываются и это единственная проблема в итоге заигрываются и нарушают правила я этого не договорил в ролике но говорю сейчас потому что в грис моде реально есть достаточная база для того чтобы хотя бы как-то отыгрывать рп просто некоторые не понимают то что рп это прежде всего игра по ролям где ты берешь какую-то базу фундамент виде какой-либо профессии и дальше наращиваешь каким-то своим личностным контентом то как ты разговариваешь чем ты занимаешься на этой профессии и как ты себя ведешь и да ребята рп это в большинстве своем игра про взаимодействие людей друг с другом они с нпс-шками типа скупщика мета ведь это просто навесное для того чтобы было на что потеребить а в данном случае на циферке в балансе сколько у тебя денег люди слишком утрируют значение профессии бандита у пг мафии так далее на дарк рп серверах тупо потому что большинство тех кто берет эту профу они единственное чем занимаются бегают по серваку с оружием грабя всех и каждого направо и налево тем более на дарк рп режиме никого насильно не принуждают к от игрушу каждой крупицы вашего характера персонажа и так далее но это не значит то что в дарк рп нету этого самого рп она есть еще какое взять любой фрикил на любом серваке это тоже бывает в жизни кого-то кто-то случайно не преднамеренно убил но может быть даже намеренно но в любом случае люди получают за это наказание кто-то улетает в тюрьму кто-то улетает в джайл рп тут есть и она своеобразная незамороченная местами очень простое но какое есть ребят да и судя по онлайну в режиме дарк рп мне кажется этого игрокам более чем достаточно ну а если вам очень хочется какого-то жесткого крутого рп которая не прощает ошибок для новичков тогда могу вам посоветовать реальную жизнь это не реклама попробуйте выбрать чем бы вам хотелось бы заниматься ближайшие несколько лет попробуйте найти свое хобби которое мало того что поможет вам скрасить ваш досуг так еще и будет полезно для вас и вашего здоровья прокачайте менталку вашего персонажа или же станьте гуру в какой-либо области который вы обсуждаете со своими знакомыми по сравнению с дарк рп и прочими рп играми и режимами тут реально есть чем заняться буквально не паханая поле для исследований но и без минусов тоже не обойтись а он тут как я заметил один донат решает